Ну, на мой взгляд, эта сумма абсолютно соответствует тем суммам, которые сейчас фигурируют в Китае. Это не какой-то из ряда вон выходящий случай для китайского футбола. Но для нашего футбола это, безусловно, достижение. И здесь, наверное, о самой продаже, что это супер достижение «Зенита», я бы не стал говорить. Но о том, что такая сумма, безусловно, «Зенит» провела грамотные переговоры. Ну, в нужное время нужен час или как? В нужное время в нужном месте? Если бы я был руководителем «Зенита» и мне поступило предложение больше 50 миллионов евро на «Халка», я бы продал его, не задумываясь, конечно, попытаясь получить максимальную цену, безвозможную. «Зенит» это сделал, но время «Халка» пришло, по большому счету. И очень важно, когда ты продаешь человека. Одно дело, когда, если бы «Зенит» при «Халке» регулярно становился чемпионом, показывал суперрезультаты в Еврокубках, этого нет. Команда «Зенит» перекособочена, разбалансирована. Слишком многое там строилось вокруг «Халка», и при этом страдала командная игра. При этом не было не только результата, но и целостного восприятия. Было приятно наблюдать за «Халком», было приятно наблюдать за теми эпизодами, которые он нам дарил. Но это нормально. Нужно расставаться. У «Зенита» пришел новый тренер. «Зенит» сейчас будет строить новую команду, которая будет побеждать. Которая обязана побеждать. Вот так бы я сказал. Гендиректор Максим Митрофанов говорит о том, что заработали на продаже «Халка» 40 миллионов. Чистая прибыль. Вы ему верите? Знаете, здесь можно считать по-разному. Я видел эту логику подсчетов. Я могу сказать, что изначально там не были учтены агентские. Это большая сумма, которая выплачивалась агентом «Халка». Она составляла под 20 миллионов евро, по той информации, которая у меня есть. И уже автоматически эта прибыль снижается. Там не была посчитана зарплата «Халка», которая тоже очень серьезная, поверьте мне. Поэтому в моей системе координат, в моих подсчетах ни о каких 40 миллионах чистой прибыли речи быть не может. Но, учитывая то, что «Халк» в принципе многое дал с точки зрения маркетинга, с точки зрения продвижения бренда «Зенита», есть вещи, которые невозможно посчитать и невозможно измерить. Только в какой-то долгоиграющей перспективе станет понятно, почему, не знаю, новое поколение болельщиков «Зенита» появляется. За счет чего? Может быть, многие пришли из-за того, что играл «Халк». Здесь, ну, эта история не обсчитывается досконально. А если судить вот по факту, из того, что есть сейчас, то, на мой взгляд, эта сумма гораздо меньше 40 миллионов. И я даже не уверен, что там есть какая-то ощутимая прибыль. Что касается, вот вы сказали уже о новом главном тренере, Мирчеллу Ческову, в общем, он работал в «Шахтере» так. Ему покупали молодых бразильцев, он их воспитывал, прививал европейский стиль, и дальше они шли уже в европейские клубы за деньги. Здесь будет как? Думаете, что, вернее, предположить можете, значит, «Зенит» пойдет по той же схеме или что? Могу предположить, «Зенит» по той схеме не пойдет, потому что мало того, чтобы просто тренер понимал, как работать с игроками, должна быть выстроена вся система клуба на адаптацию бразильцев. Бразильцы – это ребята очень специфические, особенно те, которые приезжают напрямую из своей страны. Если они не прошли адаптацию в Европе, то здесь ты столкнешься с большим количеством трудностей. И для этого у тебя изначально должна быть выстроена система, и должны многие люди на разных этапах работы в клубе понимать, как с бразильцами обращаться. Но я думаю, что «Зенит» все-таки попробует одного, может быть, молодого игрока оттуда привезти, и это будет некая проба пера, после которой станет понятно, можно двигаться в этом направлении или нет. Потом важно понимать, что «Зенит» – это команда, которая может расстаться с футболистами, играющими на ключевых позиций. Халк уехал, уедет, вполне возможно, Гарай и, вполне возможно, Вицель. Это такая ключевая ось. Эти фигуры были большого масштаба. В Бразилии, в бразильском чемпионате, игроков сопоставимого масштаба сейчас нет готовых игроков. Поэтому, скорее всего, на эти позиции будут покупать футболистов откуда-то из Европы, из каких-то больших чемпионатов. Я не говорю из топ-клубов, я говорю из больших чемпионатов. То есть, чемпионские амбиции все-таки у «Зенита» превалируют, да? Ну, если вы спрашиваете меня с точки зрения того, что приезд бразильцев… Да, как перевалочный пункт. Как перевалочный пункт, так как последующая продажа, это не будет доминантой в трансферной политике «Зенита». Вполне возможно, что это будет присутствовать, и это будет пролейное направление, которое начнет развиваться. Но, прежде всего, у «Зенита», конечно, чемпионские задачи. У «Зенита» европейские задачи. Они должны, наконец, себя проявить в Лиге чемпионов больше, чем даже в предыдущем сезоне. Поэтому в теории я знаю, о каких игроках идет речь. Это серьезные игроки. Это абсолютно нормально. Не факт, что получится. Я думаю, что вектор развития «Зенита» сейчас до конца не сформирован. Луческу пришел. Он сейчас вызвал из аренды всех ребят, которые были, молодых, разных. Будем смотреть. Вполне возможно, что сейчас произойдет вливание новой крови, потому что Луческу любит работать с молодежью. И ему в данной ситуации не нужна бразильская молодежь. То есть не обязательно, что она нужна. Он вполне может выбрать из той обоймы молодых зенитовских ребят, которые есть. Там есть очень хорошие мальчишки. Прям очень-очень. И если 2-3 на заменку уводить и делать это регулярно, может быть, кого-то уже в основной состав. «Зенит» в любом случае преобразится. И, может быть, политика бизнесовая, она будет направлена в том числе и на рост своих молодых ребят. Понятно.